Фотография сделана 17 лет назад. Вот это я, мой муж, 17 лет назад в Одессе. Это переводчица и Пётр Владимирович Покойный Сердиченко. Лично я к нему ходила с 2005 года, рассказывала всю мою историю. Значит, я была членом этой церкви огромной в Одессе, это Сквергамова. Я была там с 2005 по 2008. Он лично благословил меня и мужа в воскресенье, это было ровно 17 лет назад. То есть я взяла разрешение, рассказала всю мою историю, лично Петру Владимировичу. Он всё это знал, всю историю мою, и там все пасторы. В общем, это воскресенье на служении присутствовали все члены. Ещё на то время, это 2008 год, 17 лет назад. Было 1200 человек в Одессе той церкви. И это 2008, неправда, это 2007 год. Мне 38 лет, 2007, это 17 лет назад. Вот, и лично, значит, я вот три года каждый день посещала по воскресеньям тут церковь. Я была пятидесятницей, я была ярая пятидесятница. Вот, лично мне Пётр Владимирович сказал, что мне нужно встать, так сказать, под защиту церкви. И, потому что бесовские нападки были жуткие, просто люди бесноватые на меня просто кидались на улице. Я не могла по улицам пройти. Теряла я сознание в этой церкви всегда. Всегда, вот, там идёт, вначале идёт прославление, типа, они там поют, и меня просто выносили. И говорили, это у меня, типа, там, непрощение и так далее. В общем, слава Богу, что вот восемь лет назад я стала православной, прошла весь этот путь протестантов, знакома со всеми этими, вот, там, религиями, сектами. Муж у меня католик, то есть Пётр Владимирович знал, Пётр Владимирович скончался. Я собиралась, значит, это был 21 год, я собиралась к нему на встречу запланировала. Я была в Одессе в марте, на 8 марта я должна была поехать с ним поговорить на тему именно вот аферизма и так далее в той церкви, что происходит. Не получилось, в общем, он скончался неожиданно. Неожиданно. Вот, но пока всё.